Прононсишь, когда кават тебя заберет, когда у тебя будет отметка 30 секунд, прононсишь, чтобы я забрал с каватом. И тогда точно по времени уже будет все понятно. Ну тогда уже стабилизируемся по времени и будем примерно понимать подкату, будем друг друга забирать. Главное, чтобы ты мне проносил, когда у тебя будет 30 секунд после того, как забрал кават. И так, и по поводу Абсорба, Адмирал, РДД зона приоритет, контроль в принципе нормально был, в принципе нормально. То есть даже если лужи появляются дальше, там оба могут доходить до босса, то это пофиг. По одному, по два оба могут доходить до босса, там урона не существенно. Так что нам в этом плане вообще пофиг. И постарайтесь, постарайтесь немножко хилы, ой, хилы, говорю, РДД и милизона поиграть на ДПС. Постарайтесь максимально по ДПСу херачить, чтобы примерно понимали, какие таймеры. Кстати, по поводу диспела. Диспеле только монород. Да. То есть это просадка в минус одного ДД. Каски, 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 даю проверку. Кулаки используют первый уровень бана, они как раз будут нормально выходить. Раздавака готов, что не хватает? Кулак. У меня кулаки не прокачивали сейчас. Ну, такой баф. 10 минут. У нас трех паладинов кулаки не прокачивали. Второй вар появился. Че, поехали, может здесь минус. Да, че, поехали. Все готовы, в принципе, поехали. Перебежали. Забирай. Приебежали. еще оттяни немножко в этом по времени убирай забирай там два моба доходят в сторону обтягивай пока что все возвращай его возвращай на одном оба за контрольцы который дойдет вот этого забирайте дай масса все прохилить так каждый своими смотрим таст пошел тастя 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 т т т появились все, играю пока блядь, меня сложило БР Одной секунды не хватило, чтобы сбросить стак Окей Просил рейдов Ну че просил я не чувствую Отнимите по усидену Дома нет смысла Он далеко Да у нас просто прохило, если не прохило влажаться Смотри, у нас все на 20% Мы закрываем друг друга, когда вот так вот Каша получает У нас смотри, сколько места там блядь, отбежать эти лужи Не, конечно Знаешь, Гирко себе в уме Расчертил всю территорию по линейке И по ней бегает, как по натянутой струне И боится шаг вправо, шаг влево сделать Вот почему Причем тут это Их кроет мили Лучшими Плюс их кроет своими же лучшими Получается, что Пока они перебегают И они теряют ДПС И если они теряют ДПС На босик все больше стаков Ну Если не Не оттаскивать Боссы От тех Лишних Кто-то вот На шутник В этот момент Значит Банить Которых Которые Под босс Цикл Как раз 6 секунд Он Стоит Стаки сбросили Сбрасываются За 5 А что-то может вставить свои 5 копеек Есть Такая тактика Гахила Преимущественно Это стоять Уже За спиной танка И лужа на него Нет И лужа на него И наперёд Ну да Ну Мобы Появляются Откуда? Из лужи Правильно? Они стоят Они стоят Они стоят Которые Передины Вот Можно одного Поставить Из них Наперёд Например Шаманы И Холипала На него Кинется Одно пиро И перекроет Площадку Да как она Перекроет Чё Лужу обойти Не можете Пока ты Дойдёшь Уже Могу Появится Следующая Ну Это не понять Если ты не ходил На ВРС На болтаре Не ходил Сзади Танка Не стоял Баффы Раздаём Баффы Отпиваем Ману Ладно РДД Зона Чтобы вас не закрывала Чтобы вас не закрывала Чтобы вас не закрывала Вы будете Никак Догонять Вы будете Наравне Станете Вот сюда Например Когда Мы не будем От первых убегать Вствовать Потому что Быть слишком Близко Баз будет Максимально В рандже Стойте только Здесь Максимальный Рандж тут А вот здесь Уже Возле стен А босс уже Вот здесь И люди Сейчас будут Падать Не будут Спеш Перебежать Там все успевают На Хорошо Да и проверку Довар готов Все готовы Поехали Надо подождать Час Туда вставать Да попробовать Почему народ Кроме Пустили Кто не хилил Генерал Чего там стоит Казали Здесь Здесь Каст Идет Прибежали Каст Перебежали Каст Три Три Так Сколько Тридцать Есть Главное Мода Контроль Забирай Да и не забирай Три 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 и следующий палат прибегаем Мобы появились, контроллеров были, голодовая носа, иди в сторону, блядь, ну ты не видишь в сторону, отвести сложно, просто, ну брат, запустите тех мобов уже. Каста идёт. Статка, дайте этот, мобы остановите. Блядь, блядь, реально вы мобов не могли остановить этих двух? Зачем вы этих двух? Ой, блядь. Бля, Локи, вы должны, блин, види, сколько кастов, сколько стаков на боссе, блядь, не знать, мобов, блядь, где надо застопить и отпустить. Я, правда, Павлом это не могу делать. Четыре лока должны, блядь, ну реально, там два моба просто надо было застопить, чтоб лишнего урона не пришло, никто не легкий, было бы всё заебеть. А они, получается, когда доходят, то они бахают, да? Угу. Ооо, до кого-то дошло. Я первый раз туда вообще пришёл, алло, я первый раз пришёл, я ещё ничего не знаю. Хм. Ты, надеясь, маленьких этих птичек туннелишь, когда они появляются? Хм. Я? Ты меня сейчас говоришь? Да, да. Нееет. Ну да, нет. Да увидишь, значит, ты не первый раз, ты чего-то знаешь. От сверхновой пришёл урон, по 13 тысяч. Вопрос, как люди сдохли, когда по ним урон от сверхновой зашёл по 17 тысяч? 17 13 15 промежуток то времени смотри какой-то рыбастый давая шубе смотрел я могу сказать какое-то промежуток подожди потом первые перья это 20 секунд прошло вторые перья это 40 секунд прошло падение пламени это минуты это забираешь при появлении мобов то есть он как через 20 секунд кастует первые перья через 40 секунд вторые перья через минуту оживший по кислых а потом уже просто как так избавились палец герой кого ты забираешь через 10 секунд после первых короче между между костами аж мирова поиска иди вообще не пользуешься я сейчас только считаю исповеди в танка закидываю я смотрю уже не первый раз ты не пользуешься сейчас ее нет предыдущий пол и тоже по моему ни одного раза за весь бой просто я отвлекаюсь очень сильно на танке сижу а рейд проседает он абсурж либо ты ты если бы ты вешал в танку исполнить и милость у него было бы проще танков держать именно того танка который держит аллара санте я убрал а как насчет того чтобы пойти убить омана и получить еще плюс 10 процентов статов он этот фестиваля луна это бы конечно согласен банк еще раз поверку все готовы поехали касс пошел касс пошел и лежа это была ваша периода жизнь после каста вы прибегаете могут появились забираю фосс это следует Уходить. Удохли. 4 стака было, нет? Да. Причем подохли. Верчениями вас с хилами не смогут пройти. В смысле, хилы стоят посередине, что им мешают там нас? Пусть ушают из того, что грубо говоря, не видно, как мы их поймем. Пусть очень мало хп может ему тоже в усилки перекинуть, попроще будет уезжать. Он падает только из-за того, что у него мало хп. Ну, 27 и 40 еще есть разница, да? А, у него даже премиум монет. Голосуйте за сервер, бля, что премиум. Или есть? Реклама. Даже если проголосовали, там не сразу же приходит шпак. Почему не сейчас? Пускай ломнется, может придет. Не, вот если релок сервера будет, то там 100% придет он. Ну, это релок сервер. Ну, там поскучатся, конечно. Я голосую по два раза, чтоб не париться. Сразу на два дня отдается. Что-то можно было что-то? Открой секрет. На минуту от этого. Ну, я рыбу ставлю. Пускай пусть и усилки перебросит. Пусть я перекидываю усилковца даже временем, хоть немного. Будешь отлетать. А это весь бой такой будет, или у него ещё другая фаза будет? Потом вторая фаза на 5% хп. Только мы до неё не заживаем. И чё там будет, интересно, заново его убить? Хуже, намного. Там появятся 3 алара. Адмирал, иди сюда. Я и тут. Подойди-ка. Просто сегодня не офсу, но после этого босса. 4 алара появятся. Встань сюда. Только на перифазе яркость монитора заранее убавь, а то ослепнешь. А вроде бы убрали. Убрали? Ну да, там другая немножко. А, ну ещё посмотрим, если дойдём. Я тебя понял, Лёха. Жаль, тут не механика как на копыте, что на самого дальнего всё время кидается. Рыба ещё не исчезла? Нет. Нет, бегу. Это вообще много 10 пили. 6 было бы нормально. Даю проверку. Слишком сложно. Моните там пусть я. Досу. И тут. Мозер, Фарада. Мозер. Салат. Мозер. Мозер. раз проверить. Раздава кодан кулак, когда все были, рады. Так, есть интересный. Я хочу проверить 1 фикс, 1 фикс, РДД зона, короче, останется фикс или нет ухи, или нет, встанете, короче, сюда, не будете под босс. Сейчас сразу же нам туда встанутся? Да, сразу остановить. Милики, находитесь под босс. А если вы его водить, то будете, мы не будем дотягиваться. Что? Стойте. Стойте. Стойте на месте. Лужи будут появляться только от миликов. Сколько он от миликов? Раз, два, три, четыре, пять. Пять мили, куда? Шесть. Короче. Два мара стоите в звездочке. Ну хо я не делаю. Раздавака тоже. А те, кого из РДД ставили в мили, а не куда? Звезду? РДД тоже там. Все РДД там стоят. И силы там. Все полностью. Все. За исключением коника, хота и монород. Я хочу проверить. Если будет только три лужи кидать, это будет великолепно. А что это было? Да ничего. Просто, не посмотрели. А пока хилы, где стоят, РДД, все вместе? Все, все стоят. В общем, что там и здесь до. Короче, когда будет каст, когда... Не, вы вообще можете вот здесь. Смотрите, вот здесь стоять. Когда будет каст, вы просто ждете. Хе-хе-хе-хе. А ты хочешь вводить Алара, типа, а мы чтоб отбиваем его по возможности? Нет, смотри. Дальше. Рога. Два роги и монород. Ну, так как вас трое, да? И на вас сто процентов лужа будет кидаться. Вы отбиваете. Блядь. Не знаю. Можете вперед забежать. Можете назад. Влево, вправо, без разницы. Ложи будут на вас только. Я хочу проверить, будут ложи только тупо на вас кидаться или на весь рейд. Тогда просто пускай все проверить. Пускай постоят. А, типа, чтобы уменьшить количество луж. Ты хочешь, да? Да. Весь рейд перед рожей. А три человека пускай сзади просто постоят. И все. Пускай стоят. Пускай стоят. Можете просто звездочки стоять. Хилы, хильте, короче. И три милика белый. Поехали. Туда отведи вот ко мне. Сюда ко мне в звездочку. Звездочку босса сюда ко мне отведите. Звездочку там забежали все. Ни хуя. А ты его развернул хоть пойми куда, блять. Прилетело много уж. Ты думаешь, что перья перед лицом и Лара не летят или что? Так мы это хотели проверить. Ты взял его, развернул спиной к рейду. Там текстура, за которую он хотел его спрятать. Проверять хотели текстуру или то, что перед рожей он теперь не кидает? Я хотел, чтобы ложь было две или три. Но каким способом именно ты хотел проверить? Так, чтобы два перья, блять, не вылетало из босса. За текстурой. Тем, что он перед рожей перья не кидает или тем, что за текстуру спрятать народ? Чем, что за текстура? Ну я тоже видишь, что... Это тапогаюз. Да это вон там мы его лестнице делали. Погодися-то его это билок босса. Ну и мы за текстуру стоимость. Так и билки босса не выйдет. Босса билки кидают. Тогда он вообще билки не кидал, а сейчас он будет... Он кидал, он кидал, они врезались в стену. Но перья врезались в стену, вот в эту огненную. Мы просто в каст отбегали за текстуру. Да. И все теперь уходили в текстуру. Мы это и выделили. А сейчас бы мы не выделили. Мы бы выделили, грубо говоря, пять человек. Пять человек, от которых эти лужи бы были. И мы знали бы. Оправдывайся потом перед Дозероном. Я тоже думаю, что Дозерон не оценит. Мы бы знали, что пять человек, так лужи бы были. Мобы бы были. Только мы знали бы, что вот в этих конкретных, сука, пять человек будут лететь. Как на Джайне, от лучах мы стоим. Как, короче, забанят всех, кроме этих пяти человек. Ладно, поехали. Отдохнем, чего паритесь? Мы затраивать не будем. Но у меня лук в другом аккаунде. То, что перед Дрожей перекидает или нет, можно проверить. Можно расставить. Мы проверяли раньше. И за задницу кидает и перед мордой. Бог. Это самое первое было, о чем мы подумали. То, что есть какие-то зоны. То, что он не кидает в перех. То есть перед собой или сзади. Мы уменьшили бы, блядь, количество до шести и все нахуй. Хуй знает, что-нибудь слишком сложно сделать здесь по богу, блядь. Пытай, он во время каста крутится. Что-то, по-моему, когда мы сбегали все в одну точку, было эффективнее. Даю проверку. Все готовы. Давайте пока он кастит перри, вокруг него также бегай. По старой системе, поехали. Дайте ерукады. Посмотрим за кастами. Пошел каст. Прибежали. Босс близко к артодозоне, там все умручат. Босс близко к артодозоне, там все умручат. Каст. Перебежали. Мобов контроль. Граузим, берем полицию, мы не соберем полку. Еще одного. Пошел. Чтобы подпускать все это тоже. Еще одного можно посмотреть. забирать можете пускать кема при местом для теряя будут готовки отведи на себя на себя третий босса замедлите мог нормально теперь обратно возвращу отпускать мамов не можете два моба слить что два моба слили тех кто то контрольте каст пошел могут контроль тип мобов вот этих двух не надо пускать за контроль что блоки делают пена дали банк потому что в них и каждый вбивает друг другу это гриш контроль контроль 4 лока по бану в моба дает и сбивает друг друга это мне еще есть один вариант оно же видно как блять этот кастуешь когда ты выбираешь моба на нем есть бан или нет начинает бежать влево вправо получается на 3-4 кучки разделяются а потом никто не про хилен и бегает ворота дезинь я блять пуху их мобов сразу бабул 30 стаков блять еще даже половины босса не снесено есть вариант но можно как с контролем определить можно еще раз черно так но там великам нужно выбегать 25 паладинов через бабулы похуй вообще нет берешь одного бога берешь одного маха и 25 паладинов короче хуяришь босса хуяришь босса кайтишь мобов всех полностью и в конце в конце просто все нажимают резко бабул и всем оба взрываются когда перебор нужно парочку дака чтобы было нормальную тактику знал значит мне рассказали вот вчера тролли пацаны убили лара 4 про товара берешь короче кд глухой обороной минута 45 и просто пока добьешь 4 про товара убили лара проблемы с контролем пока что я вижу проблемы с контролем причем в чем фишка что тут как рулетка получается появляется 10 на бог до блок номер один выбирает моба номер один блок номер два выбирает моба номер один блок номер три выбирает моба номер какой-то там и короче 2 локом я был локом еще выбираем оба и на нем есть изгнание допустим они его выбирают и вместе начинают каст 1 в ноль секунд 1 в 0 секунд одну десятую оба каста проходят и на нем бан висит одна десятой секунды вот и прочё говорят то что два лока в одного из почти мгновенно кастует изгнание то она там висит кто первого второго и третьего от танка контроля тут уж я придумал решение адмирал возможно такое сделать чтобы на 4 случайных лобов ставились метки 4 случайно могу локу можно писать макрос в банк который будет ставить его индивидуальную и все равно не будет выбирать одну цель и метка будет прикидываться хотя бы будет видно станет вдвоем его выбор да просто 1 2 3 на приближение к танкам вот и все и распределить людей кто первого ближнего кто второго кто третьего бафы пола кидайте вот его время взрыва могут первым ничем не задействовал и не что не мешает подойти то есть по одному мобу стан второму кинуть чуть щит чтобы они замедлились и блядь там вообще можно неплохо контролить тем же самым протопалом еще раз проверка все готовы поехали кликли хобби кликли хобби меньше 15 вопрос почему долл служили и пушку он умеет оставлять у них меньше я уже который раз говорю они гораздо меньше чем вы думаете не надо убегать 5 бедняк вы делаете там пара шагов достаточно у нас два человека не перебежать а просто 3 прилетелось на 3 это не такой я блядь если вы под абсорбом это хуйня не было абсорбом я бонет поднимите блядь до целых чё все выжили чё 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 у вас в городе в зоне один сил поэтому не убегайте пожалуйста в разные стороны с этим жертвенности предпочитаем наступает дайте если просажен и пакетчик будет динамирой помог садиза контрольте 5 стан там были троги отвлекитесь на секунду буквально вот опять вот эта фигня рдшники одни влево вторых вправо у вас один и у в рд зоне я не достаю я хочу я не знаю в одном проекте стопа нити вот ребята мне кажется это все залупа вот как мы вот это устроили хуйню до в круговую водить почему потому что этим не хватает места тем не хватает места вот может быть вы меня не будете слушать но я скажу не бить и мозг водите боссы вот вот есть точка а у входа есть точка б напротив где он стоит пиздец призвало 10 перьев перевели его к входу призвало 10 следующих перевели обратно где он стоит все нахуй место доебенее матери мобы нахуй ебать они просто будут на таком расстоянии что вы их переконтролить успеете 5000 раз нахуй водите боссы с точка в точку б нахуй раз вы решили его водить и бить одновременно все бейте для ебать и будет место у всех дохуищ и красавчик девка кстати так уже предлагал мы так правильно такая охуенная тактика новую что-то у людей не получается и пересу получится просто контролите мой бог и все во-первых во первых наш почему это не выгодно потому что все столько времени будет чтобы перебежать отсюда до того места где босс стоит блять столько времени надо потратить во первых во вторых появляются мобы здесь появляются мобы здесь да ты босс оставишь туда идет к сперва перьев мог бы еще не дошли до босс идет к старых перьев мог бы тоже еще блять не дошли до босс вопрос там появляются уже снова мобы а тут эти мобы еще не дошли ровозик ну так мы бухты отпускают правильно 4 лука 6 ты взрываешь 4 пускают все они спокойно доцелет 26 показать что будет ну 5 тут спорта хочу по крайней мере провели я могу взять а там и не этого не делают потому что меня видишь ты за дима и боишься что на перебежку потратится время но нужно думать об этой перебежке не так о том что это трата дпс а то что надо бежать и бить то есть вот как ты говоришь да милизона тащит наличие мы что делаем призывает духов бежим вместе с личом бьем босса а что если мы не будем бить этого босса стоять там в сторонке где-то пока его доведут конечно мы потеряем дпс тут тоже нужно думать о том что нужно бежать и бить рдд за эту перебежку я тратят 5 секунд обновят две дотки станут уже на свою точку где они должны стоять и будут продолжать бит босса спокойно у меня есть обновленный так а ну давай я думаю этого никого не волнует так что где дальше вот сейчас получается рдд стоит на большом внешнем круге а если рдд будет стоять а ну где блистерить что типа если рдд будет стоять вот прям в центре и типа рдд мы не будут слишком много времени тратить а босса по большому внешнему просто будут поворачиваться грубо говоря да и перья получается встать в один фрейм просто где-нибудь в центр рдд встанут прилетят перья они отбегут все равно они пропадут в любом случае а также при парень же примерно также то есть вы смотрите вы переводите от одной метки другой ржа примерно такая же самая что будет из центра на большой внешний круг люди не перебегают мы так уже не да да это хорошая тактика только если люди потом не кричат ой блять он передо мной выбежал я не могу бежать тут лёха для этого нужно увеличить тренироваться становиться на сквернение все вместе и все бегут на лево а метка бежит направо вот это очень хорошо да тори служит давай наличи в обычке постоянно поводу предложение то что брддд стояли в центре это возможно если танки будут его водить на внешнем круге это не у меня знаешь почему невозможно потому что в центре лужи не отображаются ну ладно хотите я тоже чуть-чуть вы делаем скрин и не новим на форуме почему не отображаются лужи в центре вот и шагу забираю уже уже вылил зелегро он сказал что они не могут выпилить эту зону и не могут ее покрасить и так типа это слишком долго сложно это ну блин тогда мы станем он там у ворота где он убивать его зато очень легко выпустить срого босса они значит не могут сделать а мы значит должны его умеет покрасить пускай перекрашивают лужи черный цвет и все все нормально будет я на типа вот суть этой тактики это реально гораздо более удобнее да да я могу в стороночке встать грубо говоря пусть меня кидают я успеваю выбегать с этих хреней вообще без проблем кто может выбегать может встать в сторонке и отвлекать на себя в эти слева справа от рдд между мили и танками не лег на самом деле играют эти бегают по внешнему кругу он больше в расстоянии пробегают нежели если бы они просто поворачивались милики и так и так они бегают за танком а им проще стоять вообще дамажить да ну я вот за себя могу сказать что если он двигается он не дамаж просто он реально либо дамажит либо бегать давай попробуем по-моему какое-то маленькое отображение но она вообще мама видишь парня может быть сделать как бы не будет видимо настройках у себя чтобы вот из так бликовала вот эта ерунда ну как вариант снизить качество тогда я думаю что это не будет прозрачности вот это видность чтобы служб не выбежать надо быть инвалидом это первым чтобы мобов не законтролить это вдвойне инвалидом конечно ты знаешь знаешь сколько по статистике там инвалидов и играют вот каждая третья 25 раздели на 3 нас 25 человек неужели мы блять не можем 10 мобов проконтролить то есть 8 значит по статистике 8 инвалидов это короче тогда сделаем сейчас немного по другому если вы так блять скричите что вы не можете дамажить вам все плохо блять надо стоять сейчас будете стоять на я могу предложить босса ставить я вообще могу знаешь что предложить раз уж время мы считаем раз уж нам дпс надо начинать пулять его там где он стоит и не вести его через полкомнаты там нормально давно он давно предлогал но это мне кажется так и надо делать вам потом все равно вести к выходу ты какая разница потом приведем когда убьем все конечно хорошо я подумал если вы так уже ноете про дпс на то что вам надо стоять на месте будете стоять на месте дамажить но если кто-то на максимальном оранжении выбегает из лужи это уже все пиздец гп волшебные слова так короче рдд зона стоите здесь при лужах при лужах смещаетесь в сторону печеньки босса танчим здесь милики при лужах при лужах убиваете в сторону луны ой луны говорю блять трусов вас постоянно стоит на месте не двигается рдд при постелу перебиваете под против часовой стрелки и все могут появляются контролите моду сразу за нас почему так не получится на максимальном ренджах мы должны бегать не по кругу а по прямой и по прямой если бегать так тогда босс лишь но у босса те нужно дальше ставить процент ладно говорил миски югер опять ты своим прямыми линию представь что метки не не здесь а вот здесь представил объяснить себе на другом примере у одного раньше 30 метров у другого 40 то есть до одни должны стоять в 30 метров вы не можете вам 130 метров что 36 перо прям вот принципиальный раз мы так делали так так ваншоте полрейда потому что кто-то убегает вставайте вот так и бегайте по кругу вставайте вот так ты сейчас увидишь просто что будет за хаоса конечно будет пока пол в 20 люди блять не не привыкнут к новой тактике атаки будет давайте баха поехали босс танчим посередине милики от босс отбегаете при рдд стоите звездочки при метках смещайтесь сторону печеньки и так по кругу пусси пусси станешь короче отдельно будешь стоять вот здесь здесь сметочку поставлю чтобы тебе было проще или там вот сюда на и вот где-то здесь король там милики все что сторону луны будете выбирать так чтобы не зажать пусси между короче между двумя этими метками будешь стоять чтобы быть по готовности по готовности по готовности поехали оппозиционку стали все увижу тост милики отбежали выбирай милики немножко отбежите каст пошел моба появились забираю босс толь где контроль для все могут доходить до босса в одновременно и отстатку мобой таки прошли возвращаю обратно мобой Вы тоже выбежать можете, милики вынести лужи не туда, куда надо. Вы выносите лужи постоянно в одном направлении. РДД сейчас закроется, РДД некуда делаться. Велики, нахуя на полу силы. Контроллим мобы. Немножко назад, вот этих мобы отпускаем. О, эти дошли, эти пускай тоже два доходят. Этому станку. Сильно. Нормально. За толку? Смотри, ты сейчас отвел, родновато. Нужно было, чтоб первые три-четыре взорвались, потом отводили. Ты их увел, там контроль задних спал, и они просто пошли. Нужно отводить. Нужно отводить после взрыва, там первые пачки, которые мы должны взрывать. Постоянно в одну сторону, блять, нахуй вы бежите, блять, закрывайте на РДД зону. Там поставили метку, в какую сторону вам надо выбегать, блять, поносить лужи. Охуяло выбегаете в ту сторону, где где закрываете РДД зону, и от этого ложится РДД зона. Вот, Лех, вот ты как идею предложил, как сначала РТ, вот это бегать, милики, вот типа, кастует он перед, да, и на косте, на конце, уже милики бегут за боссом, то есть уже кисло отбежал там, и мы уже бежим за ним. Вот так же надо делать, только вести его от того места, где он стоит до входа, вот по этой прямой линии. На первом косте отбежали, немножко встали, второй кост нашелся, и уже до конца ведем. Мы не можем этого сделать посередине, блять, во-первых, не отображаются лужи, во-вторых, блять, РДД зона будет терять ДПС. РДД зона... А так мы теряем рейд. Там отображаются, куда падают перья, все равно, что люди не видят, куда они сыпятся черные? РДД. Причем, Смирик сказал, выбираете в луну, блять. Милики почему-то, блять, выбежали, вот где я стою, где звездочка, закрыли РДД зону, от этого у нас РДД зона легла. Смотри, РДД зона бежит двумя кучками слева и справа от этого кружка, по центру будет проходить только милики с танками. Все. Здесь будет плюс того, что люди визуально, вот допустим, вот где сейчас босс стоит, да, люди будут визуально видеть, где лужи. Они будут в той части комнаты. Босс уже на момент, когда вылупляются мобы, будет уже здесь. Все, хлопаем мобов, рейд уже здесь у входа, где мы сейчас стоим. И повторяем. Нам надо, чтобы босс находился недалеко и не близко до мобов. Так, чтобы первые мобы смогли сразу взорваться и танк его мог немножко назад отвести, чтобы соблюдать время, чтобы взорвать следующих потом попозже. А если он будет на момент этого здесь находиться, чисто математически, то, блядь, вот получится та же хуйня, что все мобы будут стоять в контроле, ни один мог не взорвется, а у нас уже, блядь, Касперев хуярит. Даю проверку на бафы. Просто, блядь, миликом надо выбегать в одну сторону. Сторона, блядь, луны. Все. Забыли, блядь, что у вас тут вообще место есть. Выбегайте в сторону луны и разливайте там лужи. Урон, блядь, по вам вообще не проходит практически. Все РДД нормально все делали, в принципе. По РДД вопросов нет, у вас просто зажали. Мы начали дохнуть после того, как там перед вами лужи появились. По поводу кайта мобов, там, если что, танками подкорректируем. Ничего страшного там нет. Долорус, Адмирал. Кирс. Все, все здесь. Позиционку становитесь. Народ может вообще в РДД зоне стоять, блядь, с пролиткой. Каст пошел, милики. Бежали, разлили лужи, вернулись обратно. Каст пошел, милики. Отбежали, разлили лужи. Каст пошел, милики. Отбежали, разлили лужи. Отбежали, разлили лужи. Вернулись обратно. Вот такие. Мобы появились, РДД контролем. Там в одного роги за контрольцем. За контрольцем он будет. Сейчас пойдет. Насекуга ноль. Все отлипит. Отпускайте. Этот есть. Еще, видеть, одного мобота дожить. Все, эти взорвались. Пускайте. Отлично впустили. Блядь, не надо было у меня боссы заберет. Ложимся. Из-за того, что в РДД зоне очень до хера народу стоит, если оно впадает Касперев с взрывом элементарий, и тут сразу ланшот. Поэтому их надо как-то побыстрее сливать этих мобов от босса. Намного быстрее. Как это сделать? Давай один вариант попробуем, где босс будет стоять на месте. У него стоит там надо будет. Босс стоит на месте. Вы его потом уводите. Но мы его уводим, потому что, блядь, там идет сразу 6 мобов, при которых будет. Но вот это нужно решать. Босс нужно содержать на месте и просто ебаться с контролем. Просто, блядь, надо, чтобы все было ровно, надо, чтобы 6 мобов было в контроле. 6. Если 6 мобов будет в контроле, 4 мобов не положат. Народ на самом деле, типа можно отбежать и так, неважно появилось там или нет. Короче, вам эти метки нужны, которые сейчас стоят или нет? Да и лужи лучше стоял кто-то у нас, его пересекало две лужи, даже вот с коренной снял. Надо выкладывать и пусть они размеры тогда уменьшают, если они не дамажат. Серег, я насчет этого уже все писал, все баг-репорты. Надо еще человек пять, чтоб написало, значит. У меня просто бан дали уже, я писал. Да, это джипс. Почините все. Леха, ты не хочешь, как на джайне, просто эту первую фазу сделать, чтобы мы крестом стояли вокруг Феникса по зонам, милики разбегались там частями, один милик в одну зону, другой в другую, третий в третью и все. И Феникса в центре как джайну держать. И допустим, перед концом каста этих перьев, зона вот здесь стоит допустим, каст перьев заканчивается, почти закончился, все в разступную разбежались, ловили перья сюда и обратно сбежались. Короче, объясняю, что я поставил. Милики будут стоять квадрат луна, то есть при первом касте они стоят в квадрате, потом перебежали в луну, потом после второго каста они перебежали туда за Алара, где у них сейчас спина. По середине стоят РДД, также первый и второй лево-право, потом они сместились подальше чуть-чуть. И вторая пачка РДД печенькового звезда. Надо по этим точкам распределиться примерно равномерно. И я могу спекнуть своего Фроста, буду морозить печеньку-звезду, а Локи банить трусы и ромб. Четыре метки, пять меток. Шесть меток, какой-то меток. Вот я скрин скинул, нужно это написать, чтобы Делоресу бан дали за то, что он читер. Нахуять, это бряк. Можно какую-то тактику придумать, чтобы она простая была? Стоит в двух лужах и дамажит спокойно. Самая простая тактика на босса, это все стоят как кто хочет, как кто хочет. И контролят мобу, все. Самая простая тактика. Но их один хер же надо взорвать, правильно? Давай, Лех, давай расставим четырех локов крестом, да, там, грубо говоря, кто контролище. Вот, и встанем произвольно и все. Давай попробуем, что будет получиться. Проверк. Давай как на джайне, я говорю, будет лучше и людям проще. Челы не прохилят. Почему? Танк будет в центре стоять, все хилы будут за танк доставать. Танк кусает вообще, это ужас. Так вы все будете до него доставать, он будет в центре стоять, а вы вокруг танка. Челы не прохилят рейд, а у я прохила не будет. Дотягиваться не будем, частично. Хилы будет происходить, когда вы все вместе стоите, а когда вы все по отдельности будете стоять, там хилы вообще не вытянули. Ну ладно, как и. Если вы много урона получаете и быстро не выбегаете, то у вас тяжело поднимать потом с нуля. Все стоим рандомно. Все стоим рандомно. Посмотрим на ваш скиллуху. Под звездочки. Под звездочки. Под звездом!